И даже если он смеется, тебе страшно. Как подготовить мышцы к нагрузке и уберечь суставы? Как снизить болевые ощущения и ускорить восстановление после тренировки? Рекомендую вам тайский крем и тайское масло на Манмуай. Приобретайте сертифицированную продукцию легендарного бренда в официальном магазине. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Всем привет! Вы смотрите канал Боевые Ботаники. И сегодня мы будем говорить о легенде рестлинга и не только рестлинга, о Броке Леснере. Чем знаменит Брок Леснер? Почему он удостоился у нас отдельного выпуска? Брок Леснер человек, который был чемпионом в UFC, чемпионом в WWE. Чемпионом в New Japan Pro Wrestling и также он All American American по фристайл рестлингу во время университетской карьеры. Человек, который выиграл практически все, что только возможно. Он становился чемпионом везде, куда приходил. А в американском футболе ничего не выиграл? Нет, американский футбол единственное его черное пятно, где не срослось. Начнем с самого начала, 1977 год, 12 июля, дата его рождения, штат Южная Дакота. Рождается в семье, где есть кроме него еще два его старших брата и в будущем младшая сестра. У семьи есть немецкие корни, возможно, если посмотреть на фотографию Брока, даже что-то проследится. Человек живет обычной, такой реднековской, немного жизнью. И затем он идет в армию, как и многие, собственно, американцы. И его в какой-то момент переводят на офисную должность из-за того, что он дальтоник. А дальше происходит еще более интересный момент, что его увольняют из армии из того, что он не смог сдать экзамен на печать. После этого он уходит там, работает в строительную фирму и параллельно начинает выступать по соревнованиям. И в будущем попадает в университет города, если не ошибиться, Бисмарк. И выступает там на втором курсе. Он становится чемпионом и его приглашает к себе уже в университет города Миннесоты. И уже там он становится чемпионом NCAA, то есть главная вот эта студенческая лига, которая проводит соревнования по всем видам спорта. То есть там в том же баскетболе, да, есть мартовское безумие от NCAA. Это где Бадюк еще был чемпионом? Я вам в следующий раз рекомендую перед тем, когда задавать вопросы, сначала придите, ребят, посидите весь чемпионат, а потом формулируйте. Он во всем чемпион, да? Я ниндзя. Там же он знакомится со своим будущим уже другом, в принципе, на всю жизнь Шелт Бенджин, который также идет с ним в прорестлинг. Они вместе будут заниматься в OVW, подготовительной площадке WWE. И они оба сейчас до сих пор находятся под контрактами WWE. Но Шелтон не словил таких высот, как Брок. Но, тем не менее, он, в принципе, становится его большим другом, и они являются спарринг-партнерами друг друга, в принципе, для всех тренировок. Естественно, скауты WWE на тот момент работают. Они ищут именно профессионалов, борцов, так же, как там Курт Энгл, олимпийский чемпион. Они его к себе смогли притянуть и выпустить буквально спустя пару месяцев тренировок. Брока чуть дольше готовили, и он выделялся. В любом случае, очень большой, белокожий, с очень таким опасным взглядом. Постоянно любящий такой конфликтовать, отстаивать свою позицию. То есть то, что, в принципе, приветствовалось, особенно в те годы, когда раздевалка была намного более токсична, чем сейчас. Это сейчас рестлеры WWE играют такие игры и стримят это, и друг с другом шутят, и общаются. Тогда все было намного жестче, и если у тебя нет нужного характера, ты не пробьешься. Соответственно, у Брока с этим проблем не было, тем более его статистика в NCAA за два года впечатляет. 106 побед, 5 поражений. Это любительская борьба, свои правила очень ограничены по сравнению с тем же кетч-рестлингом. Много чего нельзя, и из-за этого там бальными системами ты выигрываешь чаще всего. Но, тем не менее, все равно свою доминацию он доказывал там, в тяжелом весе, и попал в WWE. Затем просто прошел его дебют, где он встретил уже другого человека по имени Пол Хэйман. Человек, который известен как, наверное, самый крутой менеджер во всей индустрии прорестлинга с точки зрения именно персонажа на экране. Он владел другим промоушеном, который уже закрыт, это ECW. Работал в WWE, был комментатором, и затем его сделали менеджером Брока Леснера. И, в принципе, эта пара в будущем шла всю жизнь рядом. Потому что Пол ему помогал писать книгу, и дальше, когда он уже возвращался, Хэйман возвращался вместе с ним. Брок дебютирует в WWE после подготовительной площадки и проходит путь для чемпиона за пять месяцев. Это просто рекорднейшие сроки, и он самый молодой чемпион WWE в истории. Он выигрывает турнир «Король Ринга». Это у нас, на первом канале, где музыканты... Нет, это настоящий «Король Ринга». Соответственно, победа в этом турнире давала ему матч за главный поезд чемпиона WWE на главном летнем событии Pay-Per-View. То есть, если есть WrestleMania как главное событие, на втором месте идет SummerSlam, это их главное летнее шоу. Победа в этом турнире дала ему поединок против Рока Дуэйна Джонсона. И он его выигрывал, и, соответственно, он стал самым молодым чемпионом WWE в истории. Ну, начнем с самого простого, что делает Брок Леснер. Практически каждый его рестлинг-поединок начинается с одной вещи. Он стоит в своем углу, соперник в другом, они бегут друг на друга. Он просто проходит, поднимает его и просто тащит в тот угол. Вот так вот, плечом своим вдавливает человека в угол, либо работает по корпусу. То же самое он может производить уже на земле. Совершает тейкдаун, и, грубо говоря, в граунд-палм позиции начинает просто работать над человеком, бить его в голову, в корпус, но в основном в голову. И таким образом в поединке против Рэнди Уортона они сделали самый, наверное, легитимный в истории намеренный Блэйд. Блэйд – это когда намеренно пускается кровь. Здесь Брок, даже потому что он большой мастер, и Рэнди ему полностью доверял, он своим одним ударом плотем, он смог ему рассечь голову, откуда полилась кровь. Это было, ну, оговорено. Пока не сказали, что это была договоренность, многие рестлеры пытались Броку что-то сказать. Ну и так он просто часто занимает эту позицию, соответственно, он так работает, потом попытка удержания нет. Это такая основная вещь, которая очень похожа на ММА, и что он взял оттуда и привнес, скажем так, в свой арсенал для прорестлинга. Брок, в принципе, всю свою карьеру находился на вершине, но его вот эта вот карьера, когда он регулярно выступал, то есть на еженедельных шоу, на ТВ и так далее, длилась недолго, буквально пару лет. А он разговорчивый вообще человек? За него был Пол Хейминг, который все делал, он говорил, он мог разговаривать, но был такой образ, что он этого не делает, что у него есть Пол Хейминг, который за него говорит. Сейчас он в основном стоит в курсе, он может сказать, но, соответственно, когда он что-то скажет, ты это запоминаешь, потому что он редко говорит, но каждая его фраза, соответственно, запоминается. А основную речь за него всегда говорит его менеджер Пол Хейминг. Соответственно, Брок становится чемпионом самым молодым, он большая звезда, соответственно, он хочет все больше денег, что логично, и хочет меньше ездить, потому что работа в WWE подразумевает постоянные разъезды, когда ты 3-4-5 дней вне дома находишься, а ему с его укладом, из той семьи, в которой он вырос, и в принципе он любит такую жизнь в стиле там ранчо, у него контракт, он начинает подходить к концу, и то же самое происходит у Голберга, у другой легенды рестлинга, а у них готовился поединок на главное шоу года на Расселмане. И они оба не продлевали контракты после этого, то есть у них после Расселмана они оба заканчивались. Где изначально хотели дать победу Броку, но потом все завертелось и закрутилось, что в принципе мы вообще не хотели делать этот поединок, но Винс Макмэн решил, что ладно, сделаем его, там уговорили, но чтобы судьей был главная звезда в рестлинге 2000-х, это Стив Остин, соперник Рока, да, самый культовый. И вот они проводят этот поединок, который вызывает довольно плохую реакцию, в принципе, у публики, он был такой некачественный. Они могли сделать лучше, но ему это надоедает. Здесь нужно отметить, что в момент, когда он был в подготовительной площадке, в WWE, приезжали в Нью-Джапан Прорестлинг и Антонио Эноки, и просто он ему предложил побороться. Антонио Эноки на тот момент было то ли 59, то ли 60 лет. И Брок был в шоке, потому что этот старик 90 минут просто издевался над ним в борьбе. — 90 минут? — 90 минут, да. А я напоминаю, что раньше в кетч-рестлинге не было ограничений по времени, и, в принципе, это нормальная продолжительность поединка, бывали и по сутке. Соответственно, этот японец просто доминировал над ним, что Брок, в принципе, никогда не забудет, а в этом даже есть в интервью. Я думаю, это в том числе сказалось, то, что после WWE он так или иначе, он согласился, и он поехал в Японию. Антонио Эноки ему много платил, и он даже сделал его там чемпионом. Но там тоже не все срослось, и был конфликт, и в итоге он ушел оттуда даже с титулом. А WGP, ну, соответственно, сделала параллельного чемпиона, и который в итоге-то и дальше признан, да? Но Антонио Эноки уже открыл свой другой промоушен, где он признал чемпионство Леснера, и у них там еще был поединок с Куртом Энглом за этот титул. И это был, собственно, последний поединок, где Брок этот титул проиграл, и он все, ушел из рестлинга. Прием, который делает Брок Леснер, которым он также заканчивает матч, как и у коронный бросок F5, который мы покажем в конце. Это Кимур Илок. Он его делал, ну, максимально по-рестерски, то есть его сетап был то, что он просто заходил, обнимал и тянул на себя. Но если тут мы хотим по-настоящему травмировать, мы тянем сюда. Если они хотели, например, показать травму, чтобы человек, естественно, не травмировался, рука чуть больше сюда отводится, и резко вот сюда делается, человек отыгрывает, но травмы нет. То есть так они изображали травмы рук. Очень часто там тот же Шон Майклс и Triple H, например. Шут-версия, ворк-версия. Но очень похоже. Но еще один момент, что перед приходом в Японию и после ухода из WWE он решил попробоваться в американский футбол, потому что он играл в школе, параллельно с занятием по борьбе и выступлением он также играл в американский футбол. Он решил попробоваться в национальной футбольной лиге NFL команду Миннесота, собственно, того штата, где он учился в университете. Его сразу без... Ну, он же учился в университете, его могли взять, затрафтовать. Но его взяли в подготовительный лагерь, который идет летом у них, то есть когда сезон у них же зимой идет. Соответственно, он там себя пробовал, он там был очень жесткий, но он очень хорошо сдал все тесты, то есть он там пробежал 36 метров там за 4 секунды, много пожал, много присел. Но не прям получалось, да, именно вот в американский футбол. Это, в принципе, единственный спорт, где он чемпионом-то и не стал. После карьеры в рестлинге, первой половины, он пошел в UFC. Но перед этим провел, естественно, один бой не в UFC, а в K1, там он одержал победу. Встречу свой бой, второй по счету, он проводит уже в UFC, против Фрэнка Мира. Ему он проигрывает в своем дебютном поединке, что, в принципе, у тяжеловесов довольно часто происходит. Но в будущем он у него уже возьмет реванш. И дальше его карьера в ММА идет в гору. Потому что после этого поражения идет один поединок, в котором он выигрывает. А в следующем своем, третьем поединке, он выходит против Рэнди Кутюра, чемпиона UFC на тот момент. И он его побеждает. Таким образом, за пару боев с дебютанта, который проиграл, он доходит до того, что он стал чемпионом UFC. Потом у него будет две успешных защиты. Одна из них как раз против Фрэнка Мира, которому он проиграл до этого в дебюте. То есть, грубо говоря, он взял реванш, и затем он проигрывает титул. Кейн Увеласкесу, с которым они в будущем столкнутся. Уже на ринге WWE в 2019 году. Лучше Ресла проиграл будущему Ресла. Да. Тесла он проигрывает, потом проигрывает еще один поединок и объявляет о том, что он уходит из ММА, из UFC. И в 2012 году неожиданно для многих он возвращается в WWE. И начинает фьюд противостояния с Джоном Синой. Что выливается в их поединок уже на ближайшем pay-per-view. Потом выигрывает Джон Сина. И чем был очень доволен Брок, не то, что выиграл Джон Сина, то, что весь матч был построен так, что 90% времени Брок его избивал. Потом Джон Сина героически выиграл и Броку не понравилось, что тот стал ярко позировать, радоваться и так далее. Хотя по изначально плану он должен был отыгрывать травму и там чуть ли не на скорой должны были увести. Подожди, это публично потом Реслеры заявляют? Не, не, не. Это закулисные терки, которые просто выходят в сеть, потому что есть недобросовестные работники, которые есть за кулисами, потому что это же огромная индустрия. Кто-то увольняет и он потом идет и нам какой-нибудь подкаст рассказывает. Брок остается, ему платят очень хорошие деньги, малое количество появлений, то есть то, что ему нужно, он редко выезжает там из дома, 5-6 поединков в год. А чем он занимается дома? Ну да, раньше живет. Он сейчас вообще, по-моему, в Канаде живет. Печатать он не умеет, цвета не различают. У него есть ранчо, у него есть жена, дети, у него есть чем заняться. Человек просто хочет жить обычной жизнью, ходить в магазин, готовить шашлык себе, барбекю. Этот прекрасный семьянин демонстрировал свои мужские прелести женщины-рестлерши. Недавно я готовил выпуск «Дичи», и эта новость не вошла в конечный вариант, но там было, как и Рестлерша, забыл ее имя. Она рассказала о том, что когда-то она проходила на мужской раздевалке, и Брок местипринно распахнул полотенце, и она увидела его огрызы, как она выразилась. И она сказала, что она очень недовольна, и говорит, если бы времена были не тогдашние, а сегодняшние, то Леснеру мало бы не показалось. И она недовольна тем, что мог бы проявить и побольше уважения, все-таки, как она выразилась, я давно в этом бизнесе. Кто-то давно в этом бизнесе, кто-то нет, но, как я тебе уже рассказывал, в 2000-х была довольно токсичная раздевалка, могли разные вещи сделать, и это не самое жесткое, что происходило. Люди делали погрязнее вещи, там кто-то мог и фекалии свои отправить в чей-то ботинок, и так далее, когда кто-то кого-то обидел. Все бывало. Ну, по-моему, в этом нет ничего оскорбить. Ну, соответственно, по поводу... Была еще одна новость про рестлинга, еще один рестлер, он заявил, что его несколько лет назад изнасиловала девушка, когда он пошел в караоке в Далласе, вот, там, видимо, хорошо спел, к нему за столик села девушка, сказала, чувак, ты классно поешь, может быть, мы с тобой как-нибудь уединимся, он почему-то отказался, она сказала, ну ладно, давай просто побухаем, угостил его коктейлем, после чего он сказал, что я проснулся в номере, понял, что, собственно, меня использовали, ничего не пропало, но испытал серьезное моральное потрясение и, что удивительно, бросил пить, вот, так что, если вы ищете легкий способ бросить пить, то достаточно просто отвратительно петь в караоке и вас непременно накажут. Ну, можно поставить фотографию Кита Ли этого человека, это очень большой черный мужчина, весом под 150, действительно, происходят такие вещи, и не только в Рестнике, я думаю, это везде, и это нехорошо. Возвращаемся к современным реалиям, Брок Леснер, он обновился, потому что, если раньше Брок Леснер, классический рестлер к тех времен, трусы, рестлерские ботинки, наколенки, все. Здесь он вернулся уже со спонсорами, он единственный рестлер, которому Винс Манкмен разрешил выступать с личными спонсорами. Единственные. Именно с личными, да, там вообще, в принципе, нету брендов на тебе никаких, потому что там на заказ делаются костюмы. То есть, ты когда победил, ты не можешь как в UFC выбежать и как-то натянуть футболочку с каким-нибудь там. там только твоя футболочка, которую Винс Манкмен тебе сделала. Он единственный, кому это Винс Манкмен разрешил. Соответственно, у него Эверлас спонсор, также на его уже ММАшных шортах там какие-то еще спонсоры были, с кем он заключал договора, что тоже ему, соответственно, было очень выгодно с финансовой точки зрения. Дальше у него, соответственно, начинается противостояние в принципе со всеми знаковыми людьми в WWE на тот момент. Начал он синий, затем у него было три поединка с Triple H. Человек, который после смерти Винса Макмена возглавит WWE. Дальше, важный момент, поединок с Гробовщиком на Расселмане. Гробовщик, это, в принципе, легенда рестлинга, про него многие слышали, хотя он нигде кроме этого не выступал, но в Сеге играли или еще где-то. У Гробовщика было особое достижение. Вот есть главное шоу года Расселмане, и у него был там стрик побед, у него не было ни одного поражения. И Брок стал тем человеком, который прервал этот стрик. Тогда, если в рестлинге всегда после победы включается музыка победителя, там была тишина, потому что об этом узнали единицы, об этом узнали только два исполнителя, Винс, который вот отвертил, и рефери, который судил матч. Люди были в шоке, потому что все думали, что все, что Гробовщик ну, закончит карьеру. Слушай, а вот опять мы возвращаемся к вопросу, как обговариваются ход и результат в самое главное боя в рестлинге. Вот Гробовщик, у него серия побед, ноль поражений, и к нему приходит там промоутер пойдет и говорит, слушай, вот мы тут порешили, надо проиграть Леснеру. Тот же может сказать, да идите вы в жопу, я не хочу проигрывать. И начинаются долгие переговоры, он угрожает уходом, я бы тебе это сказал, но Гробовщик сам хотел проиграть Леснеру. Это раз. Почему? Просто хотел. Вот у него было желание, что он хочет проиграть стрик Леснеру. В будущем, вот он сейчас... во-первых, размочить свою серию, во-вторых, если уж проигрывает, то Леснеру. Да, он хотел проиграть Леснеру. Об этом тогда, так говорил, сейчас об этом, возможно, жалеет. В последних интервью, уже спустя 5 лет, об этом он говорит. он мог не соглашаться. Он мог отказаться. И никто бы ничего не сделал. Да, легенда для них. Ты, как промоутер, делаешь эту легенду, потому что, говоришь, вы все ему проигрываете. И в итоге, ты сделал эту легенду, она же потом не соглашается с твоими предложениями, потому что, хотя легенда его сделал ты, ты ему обеспечил эту серию. А потом он отказывался проиграть. Смотри, у него не было ни разу, чтобы он отказался. Несколько раз этот стрик должны были прерывать на более ранней стадии. То есть, предлагали Рэнди Ортону, которого плюс-минус в то же время, как и Брокка Леснера, продвигали, еще в 2000-х в начале, когда он был молодой, что вот, у него образ Ледженд Кила, убийца-легенд, что вот он там всех легенд выносил, и он победит гробовщика, что типа его вознесет. Он сам отказался. Он не хотел побеждать гробовщика. Он не хотел рушить магию. Многие рестлеры сами отказывались выиграть этот матч. Они хотели проиграть гробовщику. И поэтому эта легенда, вот, благодаря этому всему, это не только решение одного промоутера, это в том числе и решение самих рестлеров. И вот эта легенда выросла. И получился вот этот стрик, о котором чуть ли не можно отдельно вообще серию записывать. Серия про серию. Но Брок Леснер прерывает стрик гробовщика. Он прямо снова звезда-звезда. И уже отношение такое, ну, это ветеран, когда-то у нас был, из респекта дадим ему даже выиграть у гробовщика. Или он опять заново, снова суперзвезда. Это звезда сразу же. Он был до влдбрый. Он уходил без конфликта, на него никто зуб не держал. Нет, он уходил с конфликтом. Но сколько лет прошло? Много. Забывается, бизнес есть бизнес. Он сделал имя себе в UFC, он доказал свою легитимность, он чемпион UFC. Тем более, те, кто уже были в рестлинге, то есть это идеально, потому что это офигенная легенда и так далее. Все, кто были в 2000-м звездой, появляются сейчас, проблема строить новых звезд. Это наше поколение, 40-летние. Да. Это произошло на Расселлмане 30, на очень культовой Расселлмане, победанной с гробовщиком. И дальше нет ничего, кроме чемпионства, что можно дать такому человеку, который только что победил с гробовщика. И он получает матч за титул снова против Джона Сины, против которого он совершил свой дебют возвращения в 2012-м. И здесь происходит тот момент, в котором он создал новую фишку. Даже есть трек двухминутную в интернете. И после этого еще была даже выпущена футболка, которая потом разлетелась. И в России люди ходили в этой футболке, и от нее производной даже не зная, что это. Ем, сплю, захватываю, повторяю, канка, это то, что он канка за стрик, то есть он захватил стрик. А дальше он создает супплекс Сити. Он в поединке с Джоном Синой проводит ему 18 немецких супплексов. Подряд? Практически. Он просто его уничтожает, такого не ждал никто. Сина за этот поединок провел один прием. А это главная звезда компании. Все в шоке от того, что это неожиданно. Он согласился. Подписал контракт? Нет, вы сделаете только один прием. Один? Что-то мало. Один. Ну ладно, хорошо. Ну так вот. Ну там нету подписи контракта, но это оговорено. Он согласен на это был. Вот эти сценарии подпись не ставишь? Да нет, конечно. А тогда какие ко мне претензии, если я, например, проиграю, ну исход же прописан, но сделаю это совершенно по-другому. Ко мне не будет никаких претензий? Претензий будут, потому что если это будет не так, как это должно быть, соответственно, будет конфликт. Это профессиональная этика. Это неправильно. Соответственно, Сину не было никаких проблем с этим. Потом у них реванши и так далее, Аброк вводит моду на вот эти свои поединки и в принципе все поединки он строит уже только так. У него много суплексов, его коронный прием и его коронный были вот все. А до этого он не этим... До этого он чуть-чуть поменьше делал после возвращения, а канал в начале карьеры, 2000-е, там у него были другие приемы немного, коронный прием был тот же, но мог себе позвольте с третьего каната прыгнуть и так далее. Сейчас он этого не делает, потому что он понял, что это ему не нужно. он и так легитимен, он и так зверь. Это его прозвище The Beast. Немецкий суплекс то, что потом привнесло футболку и лозунг суплексити. Немецкий суплекс это когда мы охватили человека сзади, подбили его и соответственно мы мастимся и чуть-чуть через бок его бросаем. То есть получается так, что мы сами на мосту оказываемся, его держим и дальше какой-то переход делаем. У Брока был совершенно другой стиль. Немецкий суплекс который называется релист German суплекс то есть он его отпускает в момент проведения и человек просто улетает. И таких 18 замачивали. Он подходил, разворачивал человека, отводил его и еще разочек. ну и брак лак захват очень странный потому что это выглядит вот так он себе на шею кладет ногу соперника и соответственно ее сжимает. давление понятно куда вот сюда идет и это будет жёстко В какой-то момент будущих звезд по крайней мере пытаются через него продвигать через него делают звезду Романа Рейнса который единственный кто сейчас прям можно назвать большой звездой в WWE после Сины у них там пять или шесть поединков друг с другом они сейчас оба выступают да оба выступают Рейнс долго не мог победить Лесна на одной Расселмании не мог на второй не мог через пять шесть боев смог одолеть у них там и на Расселманиях и в Саудовской Аравии были поединки он стал тем кто новых людей подает или тех кого нужно продвинуть причем даже если они ему проигрывают он делает это так что этот человек все равно вырастает в глазах зрителя если это нужно это как Конор продвинул Хабиба так и Лесна продвигает причем своими победами в основном но недавно от последнего поединка он проиграл Дрю Макентайру на Расселмании который проходил без зрителей из нынешней обстановки он проигрывал до этого соответственно Рейнсу и он проигрывал с Эту Роллинсу когда его тоже пытались сделать звездой но с Роллинсом это уже так хорошо не сработало но тем не менее у него никогда не было такой проблемы чтобы кому-то проиграть он такой стал настоящий партнер промоушена да то есть ему платят много бесспорно это огромные деньги по 5-6 миллионов в год когда ты проводишь 5-6 поединков это не UFC где-то у тебя реальные увечья в плане ты их не можешь проконтролировать здесь у тебя больше контроля и так далее тем меньше нужно разъезжать но он и приносит деньги он продвигает людей его мерч хорошо продается плюс это очень выгодно иметь этого человека в ростере чтобы он появлялся 4 раза в год потому что он легитимен его знают в UFC его помнят еще в Японии даже но его знают во всем мире потому что человек не смотревший рестлинг но знающий про единоборство Брок Леснера слышал соответственно для них это имя это как Дуэйн Джонсон если бы сейчас согласился хотя бы пару раз в год заходить Дуэйн это из кино привносит он же иногда все-таки сотрудничает с Довел Дуэл и Брок приносит из единоборств потом снова в UFC не возвращался возвращался на один поединок с Хантом по-моему да-да-да в рамках партнерства так сказать WWE согласились чтобы он туда вернулся в том числе чтобы продвинуть еще один его бой соответственно в WWE с Рэнди Уортоном поединок тогда он выигран но в итоге он безрезультатно потому что Брок провалил анализы на допинг то есть бой собственно есть UFC 200 по-моему да-да-да-да-да-да-да-да-да-да но в результатах написано не состоявшись на поединок был и в нем он выиграл потом этот анализ спустя полгода вылез то что он там что-то принял а Брок в принципе ну видно что принимающий человек видно что человек не совсем принял новую антидопинговую политику Да, соответственно, не консервативно, скажем так. В принципе, он отбыл дисквалификацию, он мог бы снова выступать, и в какой-то момент об этом даже шла речь, но... Ну где-то с олейником там, например. Ну, например, с дядей Лешин. Ну, какой ему смысл, когда ему WWE платят? А, у него же еще раньше вот с Аверимом был бой интересный. Но это было вот, когда он выступал именно в UFC. Чемпионом-то он UFC стал просто потому, что мало людей было в его весе. Он же стал им, он же все равно бил людей. Рэнди Кутюр не последний человек, которого он бил. Фрэнк Мир тоже не последний, который его сначала победил. Так что нелегитимным это точно не назовешь. То, что оппозиция была слабее, чем могла бы быть в какие-то года, ну извините. Многие же промоушены хотели организовать Федор против Брока, но не получилось. Хотя даже UFC в какой-то момент пытались удочку сделать. И даже сейчас этот бой собрал бы много. Это уже никогда не произойдет. Потому что мне Брок, кажется, уже все не хочет. Он просто побольше денег попросит у Винца, и он ему их даст. Главный прием Брока Леснера, которым заканчивалось большинство матчей, в том числе и в Японии, это F5. Это стандартная ноша пожарника. Соответственно мы закидываем человека себе на плечи. Дальше все, что мы должны сделать, это его раскрутить и бросить всем телом вот на эту сторону. И дальше переворот и пинг. Раз, два, три. Человек сам себя сделал, человек сам себя продвинул. Если мы не говорим о приемщиках. Человек, который не разговаривает, но просто с этим нордическим выражением Леса выходил. Он выглядит, вся его физиология. То, как он себя подает. Он может заржать над соперником прямо в момент поединка. У него с гробовщиком был момент, у гробовщика есть фишка, что его сбили. Он лежит, лежит, потом резко вот так встает и таким взглядом смерти смотрит на соперника. Брок это спародировал, точно так же встав, но только не взглядом, а заржав вот так в лицо сопернику. И ты веришь, что этот человек может тебя убить, если захочет. Из твоих рассказов получается, что в рестлинге не слишком высокие требования к шоуменам, скажем так. Реально телосложение, выражение лица. С трапецией подкачал, морда у тебя уже с детства дегенеративная и все, вот тебе и харизма. То, что у них зовется харизмой, это не то, что мы понимаем под харизмой. Харизма это магнетизм, который позволяет увлекать людей за собой. Ну, у каждого же своя харизма, надо ей пользоваться. У него просто это агрессия и даже если он смеется, тебе страшно. То есть ты не считаешь, что он человек с ограниченным харизматическим потенциалом? Нет, он ограничен. В своей эстезии он хорош. Если ты попросишь его прочитать стендап в манере Джима Керри, конечно, у него не получится. Хотя бы в манере Конора Магрэля. Хотя бы не получится. У него другая манера. Он тебе скажет три слова, что он на тебя насрет, а басит тебя и ты наложишь штаны. Вот это я имею в виду. У него свой стиль. Я понял. На сегодняшний день продолжает выступать Леснеру? Да, продолжает. Вот, последний матч был на Рессалмании. Как только вернутся зрители на трибуны, вернется и Леснер. Сколько ему еще отмерено? Слушаюсь, тем графиком и с тем стилем, что сейчас пять, семь, восемь, может даже десять лет. Господа, напишите, пожалуйста, в комментариях карьеру какого знаменитого Ресслера вы бы хотели еще увидеть в нашем разборе. И, конечно же, ставьте лайк этому выпуску, подписывайтесь на канал и на инстаграм. Каждый когда-то делает немецкий суплекс в первый раз. Да, похер вообще. Я ему доверяю. Пиздец. Торжествующий немой. Впервые. Если вы любите единоборство и боевое искусство, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Советую вам посмотреть и другие наши видео. В описании этого ролика на YouTube вы найдете ссылки на лучшие плейлисты боевых ботаников и другую полезную информацию. А эксклюзивные кадры со съемок и закулисная жизнь ведущих канала только в нашем инстаграме.